Всем доброго дня! Обеда, завтрака, ужина. Уже конец апреля, а весной не пахнет. Весна у нас была в начале марта. Очень тепло было, ручьи бежали, птички пели. После этого несколько раз снег пропадал, конечно, растаял. Дождь тоже был. Жаловаться не нужно, грешно, в том плане, что кого-то сейчас заливает по крышам зданий, а у нас такого нет. Я хотела поделиться своими впечатлениями, наблюдениями по поводу энергии. И моя любимая тема — это энергия, поскольку человек, кто-то может, конечно, своё мнение высказать, оно отличается. Но если вдуматься, мы сейчас не говорим о патриизме. Есть агностики, которые допускают существование чего-либо. Есть люди, которые верят в мир душ. Я как-то эту тему затрагивала. По-разному его называют. Я люблю слово «духовная культура», я не люблю слово «религия». Хотя кому-то оно близко, по душе. Для меня это нечто искусственное, официальное, статистичное. Из статистики, ну или из энциклопедии, сухих знаний, когда дают определение чему-либо. И говорят, что вот религии, религии. Для меня ближе всё-таки понятие, как-то вот оно меня греет, духовная культура. И духовных культур очень много. И то, что мы знаем, распространённое, ислам, христианство, буддизм и остальное, я сейчас не буду перечислять на них список. Неудивительно, что внутри каждой идёт разделение, очень много направлений, школ, сообществ. Есть ещё понятие «конфессия» тоже. Но суть одно и то же, что человек — это дух, дух — это энергия. Эта энергия откуда-то отпочковывается и приходит во внешней оболочке физической, ещё сравнивается с одеждой, со скафандром. Много понятий. Но суть одна и та же, что энергия входит в физическую оболочку, какой-то определённый промежуток временной находится здесь, занимается какими-то процессами. Ну, помимо, я сейчас не буду говорить, там, базовые физиологические потребности, процесса обучения, приобретения навыков, умений, для каких целей. Кто-то бесцельно, наверное, проводит это воплощение в жизнь, проживает временной период. И вот есть такое понятие «чистки энергетические». По сути, как-то не раз об этом задумывалась за последние годы. То есть у меня, условно говоря, последний, текущий, может быть, не последний, может быть, будет скачок на новый уровень, или он постепенно происходит. 15 лет, с момента, как я осталась без дорогого мне близкого человека, в мир иной она ушла, постепенно-постепенно начали открываться, так скажем так, может быть, духовные глаза, или внутреннее видение. И определённые темы, которые раньше никак вообще о них не задумывалось, как будто их не существовало, они стали меня интересовать. И я сначала одну духовную культуру изучала, и, в принципе, там можно и дальше изучать, то есть это святые наши. Люблю, как любила, так и люблю их. Мария, Иисус, потом вот Ислам, другая духовная культура. Также читала и про иудизм, и остальные. Я очень уважаю Будду. Они все для меня замечательные, поскольку духовные учителя Иисус, Мухаммед, Будда, принчак Емуния, кстати, покровитель. Если посмотреть по календарю буддистскому, 12-летний вот этот китайский, японский, то покровителем именно моего года является принчак Емуния, основатель буддизма. Ну, видимо, как-то так вот сложилось. Совпало, не совпало. Была я в Валкинском дацане, который в Бурятии. Он считается центром буддизма России. Не специально, просто мы оказались там, и рядом мы решили съездить. Вот там был маленький такой скромный, в белом цвете храм. Там же их несколько на территории дацана. Это был храм Будды сострадания и милосердия. И вот когда я туда вошла, уже там не было никаких церемоний. Мама ушла, видимо, у него закончился рабочий промежуток. На отдых ушел или на обед. У них же тоже как-то все по часам проходит. Ученик там был внутри, вот он как раз таки сказал, что можете посмотреть у кого какой год, кто покровитель. И мне так было уютно внутри, в душе. А потом вот я узнала, что это был храм Будды, милосердия и сострадания. И я подумала, неудивительно, что мне там было уютно. Конечно, я что-то читала про индуизм. Наверное, все люди, которые интересуются, не зациклены на только физиологических потребностях, они что-то читают, что-то видели, какие-то передачи, какие-то фильмы. Потом появился интернет, в интернете много. Есть кое-какие мантры, тоже их так комфортно послушать. То есть тут даже не важно, чему и кому они посвящены, просто ты чувствуешь душу, либо тебе комфортно, либо нет. Ты принимаешь, либо нет. Так вот, тема родоверия, связи с родом, укрепления связи с родом, чистки рода, она давно внутри меня была. Родоверы или язычество, шаманизм, это по сути одно. Там могут быть какие-то нюансы, отличия, но по сути это все одно. То есть связь с предками, с душами, которые у нас, не только в верхнем мире, мы связаны со всеми. те, которые не поднялись наверх, по причине того, что проживали своей жизнью непотребно. по каким причинам они так проживали, мы не можем знать. Мы за себя только отвечаем, за свою жизнь, за свои поступки. И тут вот обстоятельства, я уже рассказывала, что у меня сложный очень отец, он всегда таким был, наверное, это вот с детства, вот эта вся атмосфера, мачеха, отец жесткий, бил и унижал. И человек выбрал путь такой же, жестокости. И он стал уже делать не очень хорошие вещи. Он, в принципе, и раньше это делал, но сейчас у него это усилилось. И, видимо, меня это потопнуло к тому, чтобы я прошла этот опыт. Сейчас у меня когда-то давно сомневалась, потому что нам всегда ставят правило, туда не ходи, то не делай, туда не обращайся, только здесь правильно, только так нужно. Но я решила, что я схожу, посмотрю. Если мне что-то не понравится, значит, не понравится. Но, к моему удивлению, люди простые, как я. Мне было комфортно. Я говорю про шаманов. Шаманы, это не только... Вот, был такой даже стереотип, что мы проживаем там, где до нас туда пришли из Монголии. Ну, есть такое мнение, что они из Монголии пришли поряд, и они здесь вообще или сколько-то веков назад. Но до них здесь были другие народы, потому что действительно очень много захоронений и в 20 веке, и в 19 веке, и ранее. При расширении, скажем так, территории, когда строились дома, ну, то есть это с конца 17 века, 18-19, все время обнаруживались захоронения. И вот ученые установили, что максимум это 30-40 тысяч этих захоронений и минимум там 5-8 тысяч. Соответственно, до наших собратьев бурят здесь проживали другие народы. Это была другая эпоха, другие условия жизни, уровень жизни. И, соответственно, здесь всегда кто-то жил на этой территории. И не только здесь. На всей территории нашей огромной страны даже после потери территории, после распада Советского Союза все равно территория большая. И шаманизм бездетна. И здесь восточная Сибирь, и Алтай, западная Сибирь, Урал. И наши предки огромный-огромный период до христианских, там несколько сотен тысяч лет, это все поклонение силам природы, связь с душами предков. И вот я могла понаблюдать, как это все проходит. не вызывает отторжения. То есть если бы это что-то было плохое, негативное, я бы почувствовала. Конечно, кто-то скажет, можно посомневаться, человек внушаем, но у меня не было отторжения, не было негатива, что что-то не так. Если бы мне там конкретно загружали какую-то информацию и говорили, что давай там как бы бывают секты так называемые, ну не только секты, я знаю, что западные христиане некоторые называют РПЦ сектой, а кто-то скажет, нет, это они секта, вот я такое не люблю, то есть мне вот это неинтересно, такие вот споры на пустом месте. Пусть каждый отвечает сам за свое, но мы имеем возможность анализировать, споставлять и просто душа сама говорит, тут уютно, здесь не уютно. РПЦ, я говорю, что отношение к святым, вот к духовному миру, оно все равно как было, так остается с любовью, а вот уже сама организация, я думаю, что в 20 веке действительно было очень много настоящих таких православных людей, они конечно и сейчас есть, но сами священники и монахи, а сейчас их все меньше и меньше, и как важный довод для меня слова поиски святогорца, кто читал, знает, кто он, что это за личность, он ушел в мир иной в 90-е годы и прожил как раз-таки около такого же, такой же период жизни, около 90, болел очень сильно, и он сказал, будучи монахом, он сам сказал, что монашество уже не то, это он сказал 30 лет назад, а за 30 лет можно представить, что произошло, многие люди замечают, поэтому и вот эти вот фразы, что храм должен быть внутри, в душе, Бог должен быть внутри, и он и есть внутри, в первую очередь. Тема, конечно, огромная, так вот, получается, дух это энергия, и все вокруг нас энергия, то есть мы постоянно соприкасываемся с энергией других людей, незримой, глазами мы это не видим, их эмоции, страхи, негативные эмоции, позитивные, их чаяние, желания, мысли, и мы в этом купаемся, и к сожалению, тенденция такова, что мы купаемся в негативе, негатив еще добавляется из интернета, из телевизора, не зря его называют зомбоящих уже давно, где-то была недавняя цитата, я прочитала, что человек, который причастен был к изобретению телевидения, он спустя время сказал, я не думал, что телевидение, то, что мы изобрели, подложит в таком негативном ключе, не на развитие, а на деградацию, кто-то, конечно, может не согласиться, еще раз говорю, я никому не навязываю, я просто делюсь своими размышлениями, другие люди могут по-другому видеть все, со своей позиции, мы купаемся в этом негативе, мы заражаемся этим негативом, и мы порой слетаем с какого-то состояния радостью, уверенностью, бесстрашно, мы слетаем в этот негатив, и не можем дальше как-то продвигаться в хорошем ключе, в хорошем направлении, то есть, и вектор уже не тот, и что для этого нужно делать? Для этого нужно делать энергетические чистки, опять же, очень много сейчас всяких шарлатанов, они этим пользуются, тут уже каждый сам для себя определяет, бывали случаи, когда вот я ходила в РПЦ, и иногда, иногда я чувствовала действительно, что перемена внутри происходит после Таинства, там их на самом деле несколько, но чаще все-таки в какой-то момент я поняла, что уже никак нету этого, ну, можно, конечно, на себя указать, что кто-то скажет, ты сама виновата, ты там не подготовилась, не настроилась, и поэтому тебе и не дано было это, ощутить эту перенастройку внутри, возможно, но я хотела поделиться тем, что я наблюдала, чтобы сопоставить эти состояния, то есть, когда прошло вот это все при содействии шаманов, тут еще зависит, это не важно, священник это, имам, или шаман, или лама, если сам человек чист внутри, помыслы его, в молитве, он, то он настроился на более тонкие вибрации, соответственно, он, когда для тебя проводит, здесь у меня мои коллеги ходят и другие люди, которых я знаю, поэтому я немножко отвлекаюсь, так вот, произойдет действительно очищение, и ты почувствуешь внутри эту перемену, а если вот этот проводник, кто такие все они, вот священнослужители, монахи, ламы, шаманы, и так далее, ведуны, это инструмент, проводник энергии, вот, можно никому не обращаться и самому, в принципе, я допускаю, что есть такие люди, которые без кого-либо научились чиститься, то есть, если сам проводник, он настроился на высокие энергетические вибрации, это уже наука доказана, что любое состояние, оно можно его перевести в единицу измерения герц, там, мегагерцы, килогерцы, я могу ошибаться, не совсем быть точной, знаю, что в герцах измеряется, там даже в интернете много на эту тему, там, безусловная любовь, благодарность, столько-то герц, страхи, злости, все прочее, столько-то герц, вот почему, когда был вирус, и много где боялась, оно вот именно своими же страхами себя и в первую очередь убило, а не потому, что внутри вируса всегда внутри нас, мы просто об этом не думаем, и вот получается, ощущения после, похожие, вот кстати, вот почему я хотела поделиться, когда я ходила в походы, ну такие, ПВД походы выходного дня, в пятницу вечером уехал, или в субботу утром, и к вечеру, в воскресенье, или рано утром, в понедельник вернулся, и вот после таких прогулок, немножко весы, рюкзак за спиной, природа, вот это горы, скальники, реки горные, озерца, сама тайга, ты напитываешься энергией, ты чистишься, и было ощущение такой легкой усталости, то есть перезагрузка, и вообще никаких мыслей на природе, вот все, что в городе, этих мыслей там нет, ты просто созерцаешь, ты получаешь удовольствие, но если есть какая-то компания позитивных людей, о чем-то интересном общаетесь, идет перенастройка, идет чистка, поэтому люди интуитивно тянутся на природу, и мужчины в частности, почему они ездят на рыбалку, мы сейчас говорим не о тех, которые там с алкоголем и прочее, а которые просто вот либо в одиночку едут на рыбалку, либо с проверенными людьми, и без какого-либо алкоголя, тогда действительно там происходит перенастройка, вот для чего они ездят на рыбалку, а уже там то, что рыбу поймать, и отдохнуть от своих... Здесь 51, я немножко отвлекаюсь, потому что... отвлекаюсь, потому что у меня здесь коллеги. Спрашиваю, задают вопросы. И вот... 10.51. 10.51 решетка. Вот, простите, отвлекаюсь, потому что меня спросили. так вот... Не получается, у меня нет программы, чтобы там на паузу и дальше продолжить снимать. Вот похожи были состояния у меня, когда я в РПЦ, несколько раз, не каждый раз, но было такое, и после таинства перенастройка внутри происходит. Ты успокаиваешься, никакие... Мысли нехорошие, негативные не лезут в голову, этот веселька в хлам. Просто спокойствие внутреннее. И просто обычная такая простая радость жизни. Независимо от того, какой финансовый статус, где ты трудишься и так далее. То же самое вот после чистки уши мана. И после походов тоже такое состояние. Мысли ненужные уходят. Внутри просто легко, радостно. Нету никакой эйфории и нету никакой вот этой зажатости, подавленности и так далее. Значит, и то, и то, и то может нам помогать в плане чистки. Вот такие вот интересные наблюдения. А уже как и кому обращаться, не обращаться, это уже каждый сам для себя решает. Я думаю, что в мечети возможно то же самое происходит. Или когда настоящий такой вот имам, который в молитвах, действительно с добрым посылом, бывает же, что приглашают там в дом, в квартиру почитать из Корана. То, я думаю, такой же эффект. Вот я могу сопоставить три. То есть вот после таинства в РПЦ, но это было не всегда. Это вот, видимо, зависело, какие люди рядом были. Тоже более такие энергетические, чистые. Сам священник. И тогда вот это была перенастройка внутренняя. плюс, когда после природы действительно природа чистит. Почему и люди тянутся. Не важно, я порой ходила и одна, я уже знала эти маршруты. И в принципе там всегда народ, ну не так, что толпа, но ты встречаешь, идешь туда, идешь обратно, народ идет через какой-то промежуток времени. То есть нету такого, что ты прям совсем один-один. Хотя, когда вот, допустим, я сходила на озеро, несколько раз у меня так было, у подножия пика сижу и понимаю, что вокруг, на сколько-то там, пару километров никого. Я никого не вижу, никого не слышу. Потом через время могут прийти, люди на пик поднимаются, а с озера их видно. Такое прикольное состояние, что ты один. Вот это мышечная природа, и ты один. И вот после шаманов тоже такое же состояние похожее. Вот прям чувствуется, тебя перезагрузили в хорошем смысле. А дальше ты должен уже сам поддерживать это. Что нас сдергивает на низкие частоты? Я говорю, эта тема будет близка не всем. Кто-то скажет, скучно, неинтересно, непонятно. Поэтому я и не говорю, что вот все должны прямо вникать, размышлять. Все равно, если человеку это неинтересно, он не будет слушать и размышлять. Что нас сдергивает на низкие частоты? Это... Ну, в принципе, вы все это знаете. Я просто напоминаю. Алкоголь. Он сдергивает на низкие частоты. Настоящие шаманы внутрь его любопотребляют. Ну, я сейчас говорю о нормальных. Я не говорю о всяких, кто черными делами занимается. Таких тоже много. И мы это слышим и в исламе, и в христианстве, что не надо алкоголь. Курение. Курение разное. Сейчас тоже не буду перечислять сигареты. Вот эти вот электронные всякие и прочие смеси. Это вообще еще хуже, чем сигареты, на самом деле. Целяют свой организм. Ну, в общем, всякие вещества. Это... Нужно следить за речью. Действительно. Тут, конечно, тоже могут быть споры. Например, Михаил Задорнов говорил о том, что изначально ад не были в негативном ключе, не было такого посыла. Но многие все-таки склоняются к тому, что тоже здесь срывают нас на низкие частоты. Постоянные вот... Кто-то через каждое слово, кто-то на каждом слове ругается. Без повода даже уже, как привычка, особенно дети. Они услышали, вот порой слышишь страшно. Пять лет, семь лет они уже таким матерным языком говорят. Они уже в этом негативе купаются. Ну, естественно, вот по поводу интимной жизни тоже, вот когда беспорядочные вот эти многочисленные связи у людей, это их тоже сдергивает вниз. И вот с этим вот сам человек и вокруг него такие люди на работах. Куда-то он пошел, там, какие-то магазины по делам. И кругом люди вот в таком вот регистре. определенные частоты живут и находятся. И, конечно, когда ты сам в этом, то вроде как бы как рыба в воде. Все вокруг в этом и ты в этом. Когда же ты начинаешь повышать свои энергочастоты, окружающим уже становится некомфортно. Поэтому они могут на тебя как-то вот придираться, какие-то искать поводы, придраться, раздражительность у них в твоей адресе. Я с этим сталкивалась вот именно после РПЦ, когда я после таинства иду, как обычно, трудиться. И вот начинается на рабочем месте и от коллег. Не только от женщины. Но в любом случае ты тут уже сам для себя определяешь и решаешь оставаться тебе на этом уровне как все или все-таки тебе нужно быть повыше. Потому что твоя душа этого хочет, а не потому что тут вообще речи не идет о каком-то там как вот сейчас эти слова. Но я так не люблю эти иностранные слова хайп, хайпануть, там выпентриться, эпатаж, пиариться и так далее. Адекватные люди не гоняются за этим. Ну, конечно, каждому приятное внимание. Не надо придумывать, естественно. Людям приятное внимание. Людям хочется позитива, чтобы какие-то приятные слова говорить в их адрес, комплименты. Но это должно быть в каких-то разумных пределах, а не искусственные и как-то там в огромном объеме. То есть всегда мерилом должна быть твоя душа, внутренние ощущения. Тебе комфортно или некомфортно вот сейчас в этой ситуации, в таких обстоятельствах, рядом с такими людьми. Если некомфортно, значит, это не твое и нужно уходить. Да, бывает страшно, но все равно нужно уходить. вот я, собственно говоря, и хотелось поделиться вот этими вот наблюдениями. то есть в любых условиях, неважно, это было в церкви, когда таинство проходило, или же это поход на природу, и после этого похода, или же вот шаманы. Вот похожее состояние перезагрузки, внутри спокойствие, вот сложно это сохранить, но важно, спокойствие, умиротворение. даже те люди, которые причиняют тебе вред, как вот, например, мой отец, нету злости. Грустно, конечно, нужно решать всю эту ситуацию, я не знаю, как, но определенные мысли есть, но уже вот такой вот какой-то злости, раздражительности, или еще чего-то более ужасного уже нету. Поэтому я никого ни к чему не призываю, просто поделилась и говорю, что если вам эта тема близка, то делайте энергетические чистки, но не во вред кому-либо, не с посылом кому-то там навредить и так далее, нет, конечно, это с посылом цвета, добра, чтобы сделать благо себе, а когда внутри у тебя солнце и позитив, то окружающие этим заражаются и пусть они заражаются лучше этим, чем негативом. А дальше я не знаю, что будет дальше, я не провидится. Как-то вот нужно решать эту всю ситуацию, потому что человек совсем-совсем упал вниз по энергиям и годами в этом жил и сейчас у него конкретно там что-то, не поймешь, что у него там в голове происходит, неадекват. но у многих такие ситуации, не только у меня. У кого-то мужья, у кого-то там матери, бабки, детки, дядьки, дети, вроде бы родители спокойные, а дети вот такие вот какие-то неадекватные. всем прекрасного дня, весны, вот надо зазывать весну, тепло. Оно было, но не долго, в начале марта, а уже марь, город готовится к 9 мая. Неизвестно, когда отменят этот праздник, потому что ветеранов уже практически не осталось, кто в 23-м родился, им уже 100 лет, значит, их многих нет. Им было по 18 в 41-м году, кто родился в 23-м, их уже все, 100 лет этим людям, значит, их нету основной, может, один-два человека еще есть. Соответственно, кому было 15 и попал на войну, тем уже 97 лет. Тоже таких практически не осталось. Ну вот еще пару лет, и что будет, отменят 9 мая или не отменят? Живых ветеранов уже нет. В том мире они уже. В общем, всем сил, мудрости, какой-то внутренней защиты, предки, укрепляйте, да, укрепляйте ваши связи с предками. Я сейчас говорю не только о живущих, а тех, которые в том мире. Они действительно нуждаются в этом, в том, чтобы мы их благодарили. И сначала поблагодарить, а потом попросить помощи в каких-либо делах. Ну и да, подношения делаются. Это всегда было даже у предков славян дохристианского периода. Христианство, в нем есть и свои плюсы, но сейчас это все уже сходит. То есть все, что происходит внутри этой организации, не везде, но во многих местах, это уже не то, что не тот посыл, который был раньше, изначально. Вообще все, что говорил Иисус, через столько времени меняли, подменяли люди понятия, привносили свое, частично что-то сохранилось. Ну, кто-то остается при своем мнение считает, что там все то же самое, что 2000 лет назад, что ничего там не поменяли, все такое было изначально. Лучше это внутри себя мотивировать, развиваться без каких-либо вот этих внешних давлений, каких-то, как я называю, фанатизм какой-то и категоричность, и осуждение. это все не оттуда, не от изначального, когда люди категорично осуждают, критикуют, хотят там типа по башке настучать, даже в самой церкви, либо отказывать тебе в помощи, а ты, допустим, ходил, помогал, а когда тебе трудно, тебе в помощи отказали. Ну, можно культурно отказать, не обязательно как-то резко. Ну, сделать вид, что наша хата с края, мы ничего не знаем. Ну, как они всегда говорят, молись, молись, а мы ничего тебе ничем помочь не можем. Ни словом добрым, ни миской супа и так далее. Такое бывает. В общем, всем сил, энергии, энергии здоровья, энергии благополучия.